Приветствую вас на канале Блок Инженера Палова. В этом видео поговорим о изготовлении высоковольтного блока питания для люстры Чижевского. В частности, поговорим о схемотехнике таких блоков питания. Высоковольтные блоки питания в плане схемотехники для люстры Чижевского не представляют никакой сложности, но поскольку такие блоки питания являются высоковольтными устройствами, как раз в изготовлении такого высоковольтного блока питания и возникают сложности. Вообще, в любом высоковольтном устройстве самым дорогим и самым сложным является высоковольтный трансформатор и умножитель напряжения. Также возникают сложности в выполнении качественной изоляции высоковольтной части. Первое, что нужно сделать перед изготовлением высоковольтного блока питания, определиться с высоковольтным трансформатором. Ведь от этого зависит схема высоковольтного блока питания. В качестве высоковольтного трансформатора при изготовлении высоковольтного блока питания может применяться высоковольтный трансформатор, изготовленный самостоятельно, трансформатор типа ТВС от телевизора, а также катушка зажигания от автомобиля. Теперь разберем все варианты этих схем более подробно. Начну с самого сложного. Это самостоятельного изготовления высоковольтного трансформатора. Вариант такого высоковольтного блока питания описан в журнале «Радио» за 1997 год, номер 5, страница 3536. В этой же статье описано, как самостоятельно изготовить такой высоковольтный трансформатор. Такой высоковольтный блок питания я делал, но с использованием уже готового высоковольтного трансформатора промышленного изготовления. По сравнению с другими схемами, у этой схемы меньше пульсации выходного высокого напряжения, а также есть гальваническая развязка от сети. Есть, конечно же, и недостаток схемы. Это сложность изготовления высоковольтного трансформатора. В моем же случае я нашел готовый трансформатор и получил высокое напряжение, необходимое для работы люстры Чижевского. Однако трансформатор при своей работе издавал писк, который при длительной работе вызывал раздражение. Есть еще такой нюанс. Для этой схемы требуется отдельное заземление. Поэтому, если такого трансформатора у вас нет, а свой высоковольтный трансформатор мотать не хотите, то перейдем к следующему варианту. В этом варианте схемы высоковольтного блока питания будет использоваться трансформатор ТВС от телевизора типа 3УСЦТ или 4УСЦТ. Сама по себе схема блока питания на трансформаторе ТВС в общем-то простая. Здесь еще следует отметить то, что есть трансформаторы ТВС, трансформатор выходной строчный, а есть трансформаторы ТДКС, трансформатор диодно-каскадно-строчный. Так вот, трансформатор ТДКС не подходит для использования в высоковольтном блоке питания для люстры Чижевского, так как он в своей конструкции уже содержит высоковольтный выпрямитель, который выдает положительное напряжение. А для работы люстры Чижевского нужно отрицательное напряжение. Вариант схемы с использованием ТВС приведен в журнале «Радио» номер 1 за 2008 год, страница 27-28. Также подобная схема с использованием трансформатора ТВС приведена в журнале «Радио» номер 1 за 2009 год, страница 30. Особенностью этой схемы является то, что автор применил в качестве множителя напряжение, переделанное множителем телевизора Trius CT. В журнале «Радио» номер 10 за 1997 год, страница 42-43, показан еще вариант схемы блока питания для люстры Чижевского с применением трансформатора ТВС. В этой схеме вместо теристора используются денистеры. Трансформатор ТВС при использовании в этой схеме требует несложной доработки, о которой рассказано в этой статье. Так что если у вас где-то на чердаке завалялся советский цветной телевизор, то из деталей этого телевизора можно изготовить высоковольтный блок питания. Еще один вариант схемы высоковольтного блока питания – это использование в качестве высоковольтного трансформатора катушки зажигания от автомобиля. Схемы таких высоковольтных блоков питания самые распространенные, поскольку катушку зажигания можно приобрести в любом магазине автозапчастей. Самая простая схема с использованием катушки зажигания в качестве высоковольтного трансформатора приведена в журнале Радио. Номер 1 за 1997 год страница 3637. Преимущество этой схемы – простота. Недостаток этой схемы – сильный нагрев резистора R1 вследствие большой выделяемой мощности. В этой же статье рассказано о изготовлении самой люстры Чижевского. Еще одна схема с использованием катушки зажигания приведена в журнале Радио. Номер 2 за 1997 год страница 3435. Несмотря на кажущуюся сложность, эта схема доступна в изготовлении. Эту схему я использовал при изготовлении высоковольтного блока питания для люстры Чижевского. Частый вопрос, который мне задают – какую катушку можно применять в этих схемах в качестве высоковольтного трансформатора. Проще сказать, какие катушки не подходят для применения в качестве высоковольтного трансформатора. Не подходит индивидуальная катушка зажигания, которая применяется в автомобилях ВАЗ, так как в этой катушке во вторичной обмотке установлен высоковольтный диод. Насчет индивидуальных катушек в других автомобилях сказать ничего не могу. Но если собираетесь применять индивидуальную катушку зажигания с какого другого автомобиля, на наличие или отсутствие высоковольтного диода во вторичной обмотке катушки зажигания следует обращать внимание. Еще неподходящая катушка зажигания для высоковольтного блока питания – это модуль зажигания, который применяется на автомобилях ВАЗ и Chevrolet. Модуль зажигания в своей конструкции содержит электронику управления катушкой зажигания, и поэтому он не может использоваться в схеме блока питания. Теперь поговорим о катушках зажигания, которые подходят для изготовления высоковольтного блока питания. Это все другие 6- и 12-вольтовые катушки зажигания. Вот, например, 12-вольтовая катушка от Газели. Сдвоенная катушка зажигания от автомобиля ВАЗ. В этом случае используется только одна секция катушки зажигания. Катушка зажигания B117. 6-ти вольтовая катушка зажигания B50M. И многие другие аналогичные катушки. Фактически выбор катушки зажигания в этом случае ничем не ограничен. Схема, которая описана в журнале радио номер 2 за 1997 год, проверена не только мной, но и многими другими радиолюбителями, и показала высокую надежность в работе. Для желающих собрать высоковольтный блок питания по данной схеме, в интернет-магазине puffstore.ru можно приобрести конструктор, состоящий из двух печатных плат, платы преобразователей и платы умножителя. В комплект конструктора входят все необходимые радиоэлементы для сборки этих плат. Переменный резистор, которым регулировалось выходное напряжение, заменен на обычный резистор, так как регулировка выходного напряжения в процессе эксплуатации блока питания не требуется. Результат сборки этого конструктора. Такие вот платы, преобразователи и умножители. Для желающих самостоятельно приобрести все необходимые радиоэлементы, в магазине puffstore.ru есть комплект, состоящий только из плат преобразователя и умножителя, без радиодеталей. Теперь поговорим о сборке высоковольтной части, вернее о ее изоляции. На экране показана плата умножителя, залитая специальным электроизоляционным компаундом. Ввиду того, что в домашних условиях залить высоковольтный умножитель специальным компаундом достаточно сложно, вместо электроизоляционного компаунда можно использовать обычный парафин. Некоторые нюансы заливки платы парафином покажу на примере вот этой платы умножителя. На выводы деталей, диодов и конденсаторов, а также резисторов, перед их установкой на плату одеваются на их выводы трубки. Затем детали с одетыми на ножки трубками устанавливаются в плату. Теперь установленные детали можно заливать парафином. Для заливки парафином нужна обычная свечка и паяльник. Свечка плавится и парафином заливают все выводы, требующие изоляции. Данная процедура проводится несколько раз после того, как парафин застынет. Подобным образом заливаются детали, находящиеся на лицевой стороне платы. Диоды, конденсаторы и резисторы. Излишки парафина удаляются с помощью ножа. Провода, подходящие к плате, также заливаются парафином. После сборки высоковольтного блока питания для люстры Чижевского, блок питания включают в темноте и проверяют на отсутствие коронных разрядов. Если коронные разряды есть, места их возникновения заливаются парафином. Если коронные разряды отсутствуют, то высоковольтный блок питания полностью готов к эксплуатации. Напоследок, еще одна интересная схема высоковольтного блока питания для люстры Чижевского, опубликованная в журнале «Схемотехника» номер 1 за 2003 год, страница 16-18. Эта схема интересна тем, что в ней не используется высоковольтный трансформатор, а используется последовательный колебательный контур, состоящий из емкости и индуктивности. В этом колебательном контуре в результате резонанса и получается высокое напряжение. В общем, конструкция такого высоковольтного блока питания, в основе которого лежит колебательный контур, весьма оригинальная и интересная. Хотя, конечно, в этой схеме нужно будет самому намотать все необходимые катушки индуктивности. Все схемы высоковольтного блока питания при правильной сборке и исправных деталях начинают работать сразу. Если что-то не работает, ищите ошибку в монтаже или неисправный радиоэлемент. Вот, в общем-то, такой краткий обзор всех схем, на основе которых и делаются высоковольтные блоки питания для люстры Чижевского. Пару слов надо сказать о заземлении высоковольтных блоков питания для люстры Чижевского. Есть два типа схем высоковольтных блоков питания. Схемы, в которых нужно отдельное заземление, и схемы, с заземлением которых служит электросеть. сеть. Схема которой нужно отдельное заземление это схема из журнала радио за 1997 год номер 5. Если вы проживаете в современном доме, то у вас наверняка уже установлены так называемые евророзетки с заземляющим контактом, подключенные к заземляющему проводнику ПЕ. Подключайте высоковольтный блок питания евровилка к данной розетке и вопрос заземления будет для вас закрыт. Если в вашем доме нет заземления, то заземление блока питания подключают к заземленным предметам, например трубам водоснабжения или отопления. Многие зададут вопрос, а что если стукнет током от батареи отопления или от труб водоснабжения? Сразу скажу, током никого не стукнет, данный блок питания имеет гальваническую развязку от сети 220 вольт. Теперь рассмотрим другой вариант выполнения заземления. Заземление через саму электросеть. Поэтому варианта выполнено заземление практически во всех блоках питания без гальванической развязки. Например, это блок питания из журнала радио номер 1 за 1997 год и блок питания из журнала радио номер 2 за 1997 год. И многие другие подобные схемы. Как же здесь выполнено заземление? Дело в том, что на трансформаторной подстанции, которая питает ваш дом, обязательно есть заземление. И это заземление через электрическую сеть соединяется с положительным выводом источника питания. Причем работа заземления по данному варианту не зависит от положения вилки в розетке. Если у вас возникнут вопросы, то пишите их в комментариях. Всем желаю успехов в изготовлении высоковольтного блока питания для люстры Чижевского. До новых встреч, друзья! Всем пока! Продолжение следует...